это видео будет продолжение как мы сохраняли сейчас я вам в табличке покажу как и что я куда загружаю думаю это будет полезно по крайней мере я сама знаете как повторю еще раз когда-то я такое видео уже записывала но так как постоянно что-то меняется на стоках да такие видео в общем-то неплохо и обновлять и так вот это стоки на которые я сейчас гружу самое активное то есть регулярно это у нас шаттер сток и доп сток dream times 1 2 3 big сток депозит кен сток вектор сток а и сток все ссылки можно найти внизу в описании к этому видео ну ко всем моим видео большому счету вот нам реферальные ссылки это как бы по желанию ладно это уже отступление и так значит формат первый у нас шаттер сток и сюда мы загружаем только и ps формат на все остальные стоки и ps плюс gpeg мы делаем то есть раньше в принципе все стоки были одинаковые теперь такой шаттер сток начал немножко выделяться и поэтому немножко изменился принцип работ и так и ps далее у нас получается размер размер опять же шаттер сток отличается от всех здесь мы грузим исключительно и ps 4 мегапикселя то есть это вот то что мы в прошлом видео делали монтажную область не меньше 4 мегапикселей это исключительно для шаттер стока и у меня такой принцип работы я сначала создаю большой формат потом его просто уменьшаю довожу до не больше 15 мегапикселей не обращайте внимание что у меня как-то графические ошибки я общем главная суть то главная суть и так доводим и ps до 15 мегапикселей то есть уменьшаем не монтажную область а именно внутри монтажной области сам вектор и здесь уже gpeg как мы создавали 3000 на 5000 это минимум опять же это ориентировочно уже на adopt stock то есть на adopt stock минимум 3000 на 5000 но обращайте внимание как допустим вот у нас в прошлом видео создалось там некоторые файлы по десять тысяч по восемь тысяч на это ругается dream times на это ругается dream times и он такие большие форматы gpeg не принимает то есть надо именно ориентироваться недалеко уходить от 3000 на 5000 чтобы меньшая сторона меньшая была 3000 но другая уже сторона ориентировочно на то есть пропорционально то есть если у вас там квадрат то 5000 на 5000 потому что три тысячи на три тысячи нельзя 5 тысяч на 5 тысяч делаем вот а если у вас уже прямоугольник там меньшая сторона должна быть 3000 но и лишь его высота или ширина другая сторона будет как бы там 7 или там 9 так далее тогда dream times уже пропускать вот то есть мы создаем превьюшку и вектор и грузим также на все стоки вот дальше уже никаких изменений нету следующая колонка я написала как именно я загружаю я решила тут как бы обозначить это и так на shutterstock я гружу через ftp почему через ftp не знаю привычка наверное потому что когда большой формат файла получается допустим там каждый файл так по 50 мегабайт весит допустим их 10 до это уже 500 мегабайт это немало и я загружаю такие большие файлы набор больших файлов до через ftp просто соединение лучше как-то программа работает сама программа легче ну и так далее понятное дело что стоксабмиттер он тоже работает на базе ftp но как бы мне так привычнее дальше я использую стоксабмиттер кто не пользуется еще советую рекомендую установить попробовать там 30 загрузок на любой сток бесплатно в месяц то есть если вы грузите мало или просто попробовать потестировать то это идеальный вариант 10 там 10 долларов или 10 евро я уже не знаю там как углубляется помню 10 евро если вы грузите в месяц больше 200 то есть это действительно оптимальный вариант для тех кто работает много и грузит много хотите грузить много покупайте подписку за 10 евро не хотите рисуете мало по 30 в месяц грузите на все стоки чем это удобно это удобно что там где надо делать zip программа сама делает zip там мы подбираем ключевые слова и описание сама программа отправляет на submit не всегда честно говоря у меня я потом все равно закажут захожу настолько и например dream times захожу и сама отправляю ну допустим там вот один два три бит депозитки она действительно отправляет на submit также в программе видно доходы из состав всех стоков и программа еще но мне нравится что она синхронизируется и допустим вы создали файл допустим да там и вас gpx большой вот я вот сейчас посмотрела мы же создавали с вами там получилось 10 тысяч да там у нас 8 на 10 тысяч и мне сток submitter пишет что для dream times gpx слишком большой вот то есть а как бы то есть сток submitter помогает некотором смысле какие-то такие тонкие моменты до которые возможно я бы раньше даже бы и не заметила ну кто раньше было бы я загрузила бы на dream times да и dream times мне бы написал что там либо не принял бы либо еще что-то бы написал вот то есть через только submitter он как бы предупреждает я просто уменьшила gpx и все кого прошло нормально то что некий такой менеджер который помогает в работе вот точно все остальные стоки я гружу через за сток submitter у меня последнее время вектор сток допустим но в сток submitter периодически у меня вылетают из него некоторые стоки то есть раньше он на депозит не грузил честно на вектор сток не грузит то есть может это у меня проблема может общая проблема но когда не работает я гружу через ftp то есть это как бы стопроцентный вариант что все стоки работают через ftp клиент можно грузить и исключение а и сток туда надо грузить через deep meta эта программа а и стоковская там тоже все очень удобно загрузили туда ключевые слова можно подобрать заранее мета данные поместить и отправляем тоже deep meta вам показывает доход на и сток статистику там с полностью все обновилось сделали в общем-то достаточно удобно и быстро можно даже в принципе не заходить на сам сайт но только если там деньги снять и то есть там автоматически все настроить даже на сам сайт не надо заходить вот deep meta есть через нее все видно ну я тут написала если не получилось загрузить да я создаю zip архив там допустим депозит вектор сток то есть а если не получилось загрузить через сток садмиттер тому же получается вручную создаем zip архив да по моему вот если не получается да и толп сток он работает через zip архив депозит точно работает честно говоря это я уже не помню кен сток не помню не буду как бы врать вот и мета данные мета данные это описание название ключевые слова я тоже пишу через сток садмиттер вот ну шаттер сток я в самом шаттер стоке как бы пишу еще у меня есть табличка куда я скажем так собираю какие-то популярные свои тематики да например у меня сейчас рамазан не очень нравится рам нарисовать да я создаю симуляры она меня как-то успокаивает вот у меня есть табличка куда я заношу там ключевые слова название кейверды и эта табличка у меня через google до в интернете то есть очень удобно если у вас несколько приложений да допустим я могу накрыть на телефоне могу открыть на компьютере допустим я могу загрузить файлы да и через телефон их отправить на садмиттер то есть ввести ключевые слова описания и отправить то есть вот эта вот мобильность мне нравится с шаттер стоком всех остальных я подбираю через сток садмиттер да ну и а и сток сток садмиттер а потом еще скажем так да подтверждаю в дип мета вот то есть у меня вот такая вот система работы на данный момент это мне казалось удобно как бы практично и в принципе нету каких-то больших проблем вот то есть главное чтобы было вдохновение рисовать и создавать товар вот если у вас остались какие-то вопросы обязательно пишите и если есть новички да то есть кому прям совсем все непонятно и хочется именно посмотреть в живую например я работаю стокс дмиттере или может быть дип мета снять обзор да то есть как в самой программе работать обязательно пишите и может можно эта рубрика я буду как-то продолжать и это именно такая административная часть работы на стоках все всем спасибо за внимание и всем по и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok